Девушки отдыхают Матчи Акбарса и Рубина. Кубок университета по мини-футболу. Заключительные матчи 1-8 финала. Начинаем мы, как всегда, с обзора игр Казанского Акбарса и Рубина. Обе команды на этой неделе выдали очень интересные встречи и более подробно о них расскажет далее Амир Сабиров. 19 октября Акбарс продолжал свою выездную серию матчем с московским Динамо. Главной интригой вечера было возвращение Станислава Галиева и Андрея Педана, которых тепло встретила казанская публика. А вот хоккеисты Акбарса совсем недружелюбно встретили москвичей. Хозяева после первого периода вели со счетом 3-1. Сначала отличился Никита Дыняк своим броском в ближнюю девятку. Через минуту уже Кирилл Петров поразил дальний угол. А в середине периода Дмитрий Воронков в быстрой контратаке завел третью. Во втором отрезке матча все стало точно наоборот. Уже Динамо не без ошибок игроков-хозяев забросило три шайбы казанца. Сначала Иван Муранов сократил разрыв. Дальше Вадим Шипачев воспользовался ошибкой Артема Галимова. К середине периода Андрей Миронов вывел москвичей вперед. Акбарсу нужно было отыгрываться, что Кирилл Панюков и сделал на 37-й минуте в большинстве. 4-4 и в дело вошел овертайм, в котором на второй минуте героем стал Дмитрий Рашевский. Московская Динамо одержала победу 5-4 и добавила 2 очка себе в копилку. Через два дня паузы Акбарс принимал обидчика по прошлому плей-офф и по совместительству действующего чемпиона КХЛ – Омский Авангард. На четвертой минуте первого периода отличился Кирилл Петров, отлично сыграв на добивание после броска Романа Рукавишникова. На девятой минуте хозяева остались вчетвером после удаления Дмитрия Юдина. Петер Цегларик реализовал численный перевес Авангарда и сравнял счет. Сразу после первого перерыва шайбой отметился Дмитрий Воронков. Ассистировали ему Никита Лямкин и Джордан Уилл. Последняя минута второго периода была результативной для обеих команд. Сначала отличился Илья Сафонов, выбежав в контратаку. А за две секунды до перерыва Владимир Жарков сократил разрыв счета. В последнем отрезке матча Акбарс смог отстоять преимущество и довести матч до победы. 3-2 казанцы закончили домашнюю серию победы и отправляются в выездную серию. Следом идет футбол, а именно матч российской премьер-лиги. Уфа в 12-м туре принимала казанский рубин. Подопечные Леонида Слуцкого не могли выиграть уже в пятом матче подряд, чего не получилось сделать и сегодня. На 19-й минуте за нарушение Оливера Абельдгора в штрафной площади арбитр назначил пенальти ворота Рубина, которое реализовал Хамид Агаларов и вывел хозяев вперед. На 59-й минуте Рубин не без помощи защитнику Уфы сравнял счет. Хвичек Фарасхелия протащил мяч по левому флангу, прострелил в центр и Журавлев подправил мяч в свои ворота. 1-1 команда не выявили победителя и поделили между собой по одному очку. Амир Сабиров. Неделя спорта. Стадия 1-й восьмой Кубка университета подошла к концу. Стали известны все четвертьфинальные пары этого прекрасного турнира. А подробнее о том, кто занял последние места в этой стадии турнира, кто смог пройти. Дальше расскажет Адель Хайсаров. 20 октября в концертно-спортивном комплексе «Уникс» состоялись очередные игры 1-8 финала Кубка университета по мини-футболу. В первом матче друг другу противостояли Институт психологии и образования и Институт экономики и природа пользования. С первых секунд психологи контролировали мяч, и это владение перетекало в опасные атаки, с которыми соперник не мог справиться. Лишь после семи пропущенных мячей экологи ответили голевой комбинацией в две передачи. Во втором тайме футболисты и пилы на один пропущенный мяч ответили тремя забитыми. И, несмотря на третий гол экологов в концовке матча, сумели довести игру до уверенной победы с крупным счетом. 10-3. Психологи проходят в четвертьфинал. Вторым и заключительным матчем в этот игровой день стала встреча между юридическим факультетом и Институтом управления экономики и финансов. В начале матча обе команды хотели захватить инициативу, поэтому первые минуты больше сил тратили на нейтрализацию атак соперника, чем на посредние собственных. Несмотря на это, команде и Уэфа удавалось впереди чуть больше, и в течение первого тайма эконом отличился дважды. Однако юридический факультет перед свистком на перерыв отставание сократил благодаря василиям Данила Воронова. 2-1 перед перерывом. В начале второго тайма команды вновь обменялись голами. В равной игре футболисты экономы все же превратили количество в качество, увеличив отрыв до трех мячей. Неуступчивый юрфакт не сдавался. В последние минуты игры парни устроили финальный навал и отыграли два мяча. Однако на третье времени не хватило. И Уэф идет дальше. В следующий игровой день, 24 октября, в первом матче встречались сборные набережной Челнинского института и Института физики. Обе команды одни из фаворитов турнира, поэтому игра ожидаемо получилась эмоциональной и обоюдоострой. В первом тайме Челнинцы контролировали ход матча и вырвались вперед. Однако пропустили в быструю контратаку, вследствие чего первая 20-минутка окончилась равным счетом. 1-1. Во второй половине встречи сценарий матча остался тот же. И за несколько минут до конца счет был 3-3. Нерв игры накалился и физики допустили курьезную ошибку. Вратарь, пытаясь отдать передачу на защитника, попал в штангу собственных ворот. А мяч отскочил точно на ногу нападающего, который не промахнулся. 4-3 победа Челнинцев в напряженном матче. В последней 1-8 играли команды химического и инженерного институтов. Химикам быстро удалось обнаружить слабое место соперника – вратарь. Поэтому футболисты делали акцент на удары по воротам, что принесло свои плоды. На 5 безответных мячей в первом тайме и 4 мяча во втором инженеры ответили лишь одним голом Егора Кузнецова, который воспользовался ошибкой второго голкипера команды Александра Матросова, появившегося еще в концовке первого игрового отрезка. А сам результативным в составе химиков оказался Буат Файзурин, оформивший хитрик. 9-1. Химики – последний участник четверть финалов. Итак, 1-8 кубка университета подошла к концу. Ее итоги будем подводить с главным судьей этого прекраснейшего мероприятия. Главное мероприятие осени – Максим Геннадьевичем Гавриллу. Максим Геннадьевич, рад тебя видеть здесь. Как дела? Начнем с этого вопроса. Все хорошо. Тоже рад быть здесь. Рад снова с тобой побеседовать, подвести итоги 1-8 финала. Хорошо. Итак, 1-8 финала завершена, даже вместе с 1-16 финалом. Итоги 1-16, понятное дело, мы не делали, потому что всего один матч был. В целом, по турниру? Ну, вроде все хорошо. Главное, обошлись без травм. Все здоровы, все живы. Здорово то, что к нам присоединилась команда Елабужского института. Теперь в кубке участвует 17 команд. Да, пришлось провести матч 1-16 финала. Прошел успешно. Геологи вышли в основную сетку. Матчи 1-8 завершились. Я думаю, нейтральные болельщики, которые просто смотрят мини-футбол, остались довольны. У нас практически в каждом матче были забиты, вернее, во всех матчах были забиты голы. И, в принципе, лишь в одном матче, в самом первом 1-8 финала, институт вычислительной математики. В 16-й финал, по праву, тебе. Да, все правильно. В 1-16 финала институт вычислительной математики не смог поразить ворота соперника. Хотя моменты были. И там здорово сыграли голкиперы геологов. Поэтому результативно, интересно. Ждем продолжения. По поводу результативности хочется задать вопрос касаемо 1-4 финала. Не кажется ли тебе, что таких команд, как Евмид, станет больше? С учетом того, как сложились пары, в определенных парах есть команда, которым, по сути, нечего терять. Они задачу выполнили, они попали на сильные команды, на фаворитов. Это расслабляет, снимает ответственность. Поэтому мяч круглое, поле ровное. Все может быть. Один удар залетит, а у соперника не полетит. И будет борьба. Поэтому все будут стремиться к тому, чтобы забить гол. Не просто отстоять свои ворота на ноль, а все-таки забить и попытаться выиграть, пройти дальше. Поэтому надеюсь, что все-таки каждая команда забьет свой гол. Сборные, которые тебя удивили на стадии 1-8 финала, и сборные, которые тебя разочаровали. Давай начнем с тех, кто тебя удивил. Наверное, в первую очередь, Елабужский институт. То, что они наконец-таки попали к нам на турнир. Да, то, что они приехали. И видим мы их редко. И вот их стиль, постоянное движение, очень быстрое, разыгрывают бабочку. Нельзя сказать, что в Казанском федеральном университете именно казанские команды играют в таком стиле. Поэтому я думаю, любому сопернику, кто попадет в Елабуге дальше, или они проиграют, будет очень сложно. А уж как сложится игра, это мы будем смотреть. Тем не менее, они очень удивили с приятной стороны. Кого еще можно выделить? Очень понравилась игра именно с точки зрения судейства, с точки зрения, как команды боролись, играли без какой-либо грязи. Хотя в ожидании, наверное, этого матча были определенные сомнения, то, что, возможно, какие-то там провокации, задирать друг друга. Ну, любят это студенты. Но, тем не менее, этого не было. Это ты про ИСФН ИМО говоришь? Нет, это я говорю про Юрфак Эконом. А, вот эту встречу. Пожалуй, это был самый качественный матч, с точки зрения футбола обеих команд. Здорово поразила меня игра на набережную Челнинского института, института физики. Все-таки в преддверии были сомнения в физиках. Челны все-таки казались наголо сильнее, но физики показали себя сплоченным коллективом, не опускали руки. Отвечали практически сразу же на пропущенные голы. Да, не повезло, ошибки бывают. Ну, это футбол, здесь должен быть победитель. Поэтому, несмотря на проигрыш и Юрфака, и физиков, эти команды тоже приятно меня удивили. Разочарование, ну, нельзя сказать, что я в ком-то там сильно разочарован. Поэтому тут со знаком минуса я команды не стану выделять. Ну, вот сборная ИСФН второй год подряд уже проваливает вступление на окупацию. Университета, что с ним происходит? Ну, они попадаются на достаточно сильного соперника. Это снова ЕМО, вылетели, вернее, от Института международных отношений. Ну, проблема Института социальной философии и наук, как мне кажется, со стороны, это в излишнем распыление до и на ненужные эмоции. Играйте в футбол. Играйте на поле, доказывайте. Слишком много споров. Вообще, когда момент не стоит того. На это все уходят эмоции, ребята себя выжигают, и из-за этого страдает общий результат. Поэтому надо быть сконцентрированным на игре. Вот как я повторяю, эконом юрфак. Они не тратились эмоции, не болтали на споры. Они просто играли. И какой матч мы увидели? Очень здоровский матч. И 5-4. У нас не было ни одной серии пенальций, но у нас было 2 матча, когда мы вполне могли их увидеть. Это юрфак эконом и члены физики. Ну, сложилось. Но, тем не менее, и в этих матчах практически команды не спорили, не разговаривали. Они занимались своим делом, играли в футбол. А если вспомнить игру и мой, и снимок, там есть любители поговорить. Причем неважно, там, фол не фол, мяч ушел не ушел. Просто любят поговорить. Ну, бывает. Давай поговорим по поводу последнего игрового дня 1-8 финала. Две игры рукой. Вот это нашим зрителям желательно бы расшифровать. Почему не была остановлена игра? Потому что игра рукой, попадание мяча в игру – это разные вещи. В данном случае мы что видели? Матч Институт физики Челнов. Мяч попал к Мансуру, капитану команды физиков. Мяч попал от него. Рука находилась в естественном положении. Никуда он ее деть, отрубить не может. Рука никуда не денется. Если бы он ею сыграл, тогда да. Если мяч попадает в руку, отскакивает буквально меньше, чем с метра, ни один судья не свистнет. И надо всем помнить, что мини-футбол и футбол – это разные вещи. Это разные виды спорта. Очень похожи. Да, одна федерация – FIFA. Но, тем не менее, это разные виды. И, соответственно, есть свои везде тонкости. И то, что вы видите в Лиге Чемпионов или, не дай бог, в Российской Пимер-лиге, чуть-чуть отличается от мини-футбола. Вот, поэтому тут свои тонкости объяснять их не всегда получается. А тем не менее, я не думаю, что задача судей именно во время игры стоит то, что мы должны объяснять игрокам, как, что значит рука, где правильная замена. Тут как бы должны и капитаны команды, и сами игроки все-таки не в первый раз пришли на площадку. А в спорте будут всегда, даже, ну, профессиональные судьи, рука – это… В этом есть вся прелесть футбола, мини-футбола, да и любого, наверное, вида спорта. У меня есть судьи. Это любая же оценка, она субъективна. И, как бы, кто-то со мной согласится, кто-то не согласится. Но это спорт, в этом вся его прелесть. Вот, поэтому так. Хорошо. Теперь коротко, вот, последний вопрос в сегодняшней программе. Юрфак вылетел, кто вместо него станет чемпионом в этом году? Было бы прикольно, если бы в финал был Итис и Пио, все фавориты вылетят. И Пио, да, кстати, тоже команда со знаком «плюс» забыл про них. Но, тем не менее, у них игрок удален, дисклифицирован, как, кстати, и у Итиса. Поэтому, интересно была бы парочка в финале. Не знаю я, кто выиграет. Кто покажет свой лучший футбол, свой лучший характер, где-то, наверное, закинет свою гордыню, свои на полочку, и все отдаст ради победы не себя, а своей команды. Вот, кто так сможет сделать, та команда и выиграет. Потому что, да, четвертьфинальные пары у нас такие, вроде как везде можно выделить фаворит. Но, повторяюсь, мяч круглый, поле ровно, площадка ровная, поэтому, что будет, да как будет, посмотрим. Я думаю, после четвертьфинала итоги тоже подведем. В полуфинал обещают быть пары интересные. Так что я не берусь выделить фаворит. Спасибо, Максим Геннадьевич. Пожалуйста, был рад. Потраченного времени нисколько не жаль. Вообще нет. Пообщались по поводу 1-8 и увидимся с тобой уже перед 1-4 финала. Да, ждем. После как раз перерыва. Напоминаю, у нас сегодня в студии был Максим Геннадьевич Гаврилов, главный судья Кубка Университета по мини-футболу. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Плинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин